ПОЛИЦЕЙСКАЯ СЛУЖБА 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 Мы задержали грабителя. Я очень благодарю. Спасибо вам большое за вашу оперативность и за то, что вы есть. Камеры наблюдения продолжают помогать раскрывать преступления. Их око беспристрастно фиксирует все происходящее как на улицах города, так и в торговых павильонах. Оперативники Восточного городского отдела полиции по подозрению в совершении семи карманных краж, совершенных в период одного месяца, задержали ранее 19 раз привлекавшегося к уголовной ответственности за кражи, мошенничество, угоны, употребление и хранение наркотических средств и дважды судимого за кражи чужого имущества 42-летнего жителя поселка Карабулак из Кельдинского района. На этот раз он задержан за кражу кошелька. Последний раз мужчина освободился из мест лишения свободы в 2009 году. Сейчас его проверяют на причастность к аналогичным преступлениям. Полицейские Алматинской области отыскали в Павлодаре украденных 19 лошадей и трех жеребят, похищенных неизвестными с пастбища села Кагамшил. О краже 19 голов лошадей и трех жеребят на общую сумму около 8 миллионов тенге обратился 36-летний местный житель после 6 дней самостоятельного безуспешного розыска. Оперативники Криминальной полиции области, объединившись с сотрудниками отдела полиции Жамбулского района, вели усиленные поисковые мероприятия, пока наконец не вышли на след скатокрада, связи которого выходили далеко за пределы нашей области. Часть лошадей была изъята у родственников подозреваемого в Павлодарской области, далее там же были обнаружены и остальные лошадки. Подозреваемый 27-летний житель Жамбулского района Алматинской области задержан правоохранителями в горах на отгонном участке и во дворен ВВС. На страже природы Полицейские Алматинской области продолжают борьбу с браконьерами. Только за последнюю неделю на территории региона выявлено 156 нарушений природоохранного законодательства. Из них 106 фактов за незаконную охоту и нарушение правил рыболовства. 27 фактов нарушений порядка ношения, перевозки и хранения охотничьего оружия. 2 факта незаконной порубки деревьев. Так, в ходе проверки сотрудниками природоохранной полиции была остановлена автомашина, внутри которой обнаружены шкуры и мясо неизвестного животного. Его происхождение в ближайшее время установит экспертиза. Дополним, сотрудники полиции Алматинской области согласно указанию МВД Республики Казахстан с 12 октября по 11 ноября проводят оперативно-профилактическое мероприятие браконьер. Его цель – выявление и пресечение нарушений природоохранного законодательства. Самое прискорбное, что губят природные ресурсы – те люди, которые должны стоять на их защите. За незаконную охоту на борсуков задержан лесник. В горах Шаладыр Карасайского района природоохранные полицейские совместно с представителями общественности задержали 59-летнего жителя города Каскелен, который при помощи двух охотничьих собак и специального браконьерского приспособления в форме узких вилл с боковыми зацепами охотился на барсуков. При осмотре принадлежавшей ему автомашины марки Нива правоохранители обнаружили двух убитых барсуков, двух собак со следами крови и укусов на мордах, а также браконьерский вилл. Задержанный оказался лесником Алматинской территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира. Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по статье 337, ч. 4 Уголовного кодекса Республики. Ведется следствие. А в Янбикше-Казахском районе инспектором природоохранной полиции совместно с Копчегайской рыбной инспекцией задержан 38-летний житель села Сарыбулак, который при помощи запрещенных мелкоячеистых сетей занимался незаконной ловлей рыбы. На ИЛИ Копчегайском водохранилище, где действует круглогодичный запрет на ее добычу, правоохранители изъяли у подозреваемого 100 кг рыбы, в числе которых были особи змееголова, сазана, белого амура, толстолобика и судака. Кроме того, полицейские изъяли запрещенное орудие лова – 100-метровую китайскую сеть. Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по статье 335, ч. 1 Уголовного кодекса. Изъятая рыба сдана в государственный приемный пункт. Подозреваемому на период досудебного расследования избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Страдает от рук браконьеров не только животный мир и обитатели водоемов, но и зеленые насаждения, находящиеся под защитой закона. В поселке Иргели Карасайского района Алматинской области полицейские обнаружили и изъяли у 35-летнего жителя, являющегося местным частным предпринимателем, 3 куба метра редкого, находящегося под угрозой исчезновения, запрещенного к использованию растения Саксаул. Со слов мужчины, заготовкой и перепродажей Саксаула он занимался с 2002 года. В 2015 году открыл кафе, где также использовал Саксаул. Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по статье 339, ч. 1 Уголовного кодекса. Незаконное добывание, приобретение, хранение, сбыт, ввоз, вывоз, пересылка, перевозка или уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений. В рамках досудебного расследования будет проверена причастность подозреваемого к вырубкам редкого растения, способы его заготовки использованы. По делу назначены и проводятся необходимые экспертизы. Саксаул изъят. Второй шанс. Служба пробации в Аксусском районе помогает условно осужденным начать новую жизнь. Сегодня на ее контроле порядка 60 человек. Большая часть из них смогла получить медицинскую и юридическую помощь, а некоторые нашли постоянную работу. Александр Санников долго искал работу причина судимость. 20-летний парень год назад условно освободился из тюрьмы. Решить проблему ему помогли в службе проабации. Сейчас он работает автослесарем и зарабатывает порядка 60 тысяч инге. Я работаю уже четвертый месяц в организации «Водоканал». Работа тяжелая. Мотор собираем на «Газель». Спасибо пробации, что меня устроили на работу. Сейчас исправился больше. В дальнейшем уже не буду переступать закон. Нариман Мукашев провел за решеткой полтора года. Полгода назад условно освободился. Долго не мог найти работу. На грани отчаяния ему помогли в службе проабации. Как только я вышел досрочно, я начал искать работу. Семей нет, но есть родители, за которыми нужно ухаживать и заботиться. Спасибо службе проабации. Я работал на Аксусском сахарном заводе, затем меня устроили на ремонт дороги. Там было сложно, я снова перевелся на сахарный завод. Работаю разнорабочим на Кагатном поле. Мы ежемесячно посещаем людей, состоящих на учете. Ходим на места работы, узнаем у начальства, как они справляются. Бывает и вечером заглянем к ним домой, чтобы убедиться, что они исправляются. Наша задача их трудоустроить, вернуть к прежнему укладу жизни. Ведем переговоры с различными учреждениями. Договариваемся, чтобы взяли на работу. Всего на учете службы проабации Аксусского района зарегистрировано 67 человек. Более 20 из них уже трудоустроены. На этом наш очередной выпуск подошел к своему завершению. Будьте бдительны и помните, что только сообща, мы сможем навести общественный порядок. Но если с вами что-то произошло, либо вы стали очевидцами правонарушения, либо преступления, незамедлительно сообщайте об этом по телефону 102, либо по номерам телефонов соседского присмотра вашего региона. Но если у вас есть вопросы по работе полиции, присылайте их на наши электронные адреса, которые сейчас вы видите на своих телевизионных экранах. До следующих встреч в эфире телеканала ЖТСУ. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова